Стремительно проносятся дни и недели, и очень скоро мы снова будем встречать следующий год. Искренная благодарность вам, друзья, за финансовую поддержку, молитвенную поддержку служения «Импакт». Происходящее в мире заставляет каждого из нас по-особому дорожить временем и трепетно относиться к его слову, которая говорит о событиях последних дней. Прошедшие ураганы в Техасе, Лузиане, Пуарто-Рико, Северной Каролине произвели невидимые в истории Америки разрушения, затопление городов, гибели людей, потери сотен тысяч домов, землетрясение в Мексике, унесшее множество жизней и приведшее к катастрофическим разрушениям. Наочисленные пожары в Южной Калифорнии и в Орегоне уничтожают жилые дома и уносят жизни людей. В этот момент, когда я говорю с вами, объявлена эвакуация в ряде городов Южной Калифорнии по причине пожаров. Пожар, уничтоживший четыре тысячи домов в районе Сан-Франциско, был остановлен с трудом. Мы помним, как прямо над нашей головой взлетают огромные пожарные самолеты, до отказа загруженные водой для тушения пожаров. Постоянные природные катаклизмы, ведущие к огромным разрушениям, по меньшей мере должны привести в чувство в некогда христианскую Америку, привести с чувством с тем, чтобы обратиться к Богу, к Богу живому и истинному. Но, увы, это, к сожалению, не происходит. Вот почему Писание говорит нам, неправедный пусть еще делает неправду, «Нечистый пусть еще сквернется, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». В Откровении 22 главе написано. «Не сомневаюсь в том, что Господь скорбит, глядя на происходящее. Скорбят сердца и многих истинных детей Божьих, христиан таких, как вы, кому небезразличны будущие народа. Особую тревогу вызывает социальная и политическая обстановка этой страны, куда некогда Бог переселил нас с вами и переселил с определенной целью, друзья мои. Любые попытки президента Америки сделать изменения к лучшему встречают невидимые доселе в истории Америки яростное сопротивление. Его дружба и хорошее отношение к евангельским христианам вызвали ярость, ненависть и злобу со стороны целого ряда либеральной ветви партии, гомосексуалистов и им подобных. Газеты, телевидение и радио буквально пестрят нецензурными словами в адрес президента. Разгнузная и праздная молодежь устраивает побоище в различных городах Америки, круша на своем пути все подряд, наводя разрушения и поджигая дома. Большинство либерального населения объединилось с нелегальными иммигрантами из стран Латинской Америки, а также с анархистами, различными демократами, так называемыми, гомосексуалистами. Проводят забастовки, митинги, протесты на всех уровнях и со всех площадок, включая огромные спортивные арены. Им вторят и их поддерживают многие известные политические деятели, требуя отставки президента. В его действиях, словах и даже в его мыслях выискиваются причины с тем, чтобы уловить, унизить и сделать нормальную работу Белого дома невозможной. Такого беззакония, друзья мои, американский народ и церковь еще не встречала за всю историю. Это именно то, о чем Христос некогда сказал. И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. В знаменитой своей проповеди Христос сказал в 24 Матфея. В этих условиях, возлюбленные Богом, мы продолжаем молиться, искать Господа, поддерживать руки трудящихся и просить у Господа милости, милости, прощения и исцеления для этой земли. Да продлятся дни благоденствия и благополучия для народа Божия с тем, чтобы проповедовалось Евангелие. Спасать тех, кого Господь предусмотрел к вечной жизни. Прочитаю интересное место. Многим из вас знакомые. 21 глава Откровения. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Такое определение Бог оставил. «Но это не она с вами». Для истинных детей Божьих Господь предусмотрел намного лучшее. Небесный Иерусалим. Вечные обители вместе с ним. Здесь же Он сказал, «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». В 7 стихе этой же главе написано. Бог да благослови вас. Субтитры создавал DimaTorzok